Умная жена, пока разгневанный муж кричит и бранится, хранит молчание, и лишь когда он умолкает, заводит с ним разговор, чтобы смягчить его и успокоить. Чем выше человек превозносится над другими, тем безнравственнее его наслаждение. Нас делает счастливыми, именно излишнее, а не то, что всем необходимо. Никакой ум не может создать мысли с того материала, из которого он состоит. Интеллект должен быть достаточно сильным, чтобы осознать свою собственную ограниченность. Обычный человек, который не является ищущим, не переживает насчет эго. Ищущим уже с самого начала говорят, что эго, это бяка, ты должен от него избавиться. Кто должен от него избавиться? Эго не готово к совершению харакири. Оно будет сопротивляться. Поэтому-то в моменты покоя эго пугается и говорит, не трать время попусту, это смешно. Займись делом, делай что-нибудь. Главное, не столько заработать деньги, сколько знать, что они действительно заработаны. Мозг человека придумал слова в честолюбивой попытке научиться думать, а потом чувства узурпировали слова. Но мы по-прежнему пытаемся думать. По-моему, многие оказываются в подобном затруднении, им до того не хочется что-то делать, что у них даже нет времени задуматься, а чем бы им хотелось заняться. Смерть утешает, увы, и заставляет жить. По мере того, как человеческое существо продвигается по дороге жизни, роман, потрясавший его в юности, и волшебная сказка, восхищавшая его в детстве, сами собой увидают и меркнут. Те, кто знают меня, поймут все. Для тех же, кто не хочет или не может меня понять, я стал бы лишь бесполезно нагромождать свои объяснения. Самое главное — любить, быть любимой, счастливой и быть в согласии с самой собой. Я пою не для всех. Я пою для каждого. Людям легко быть сознательными праведниками, когда они чувствуют себя в безопасности. Исправить злого человека невозможно, он может изменить только вид, но не нрав. Видимость обманчива, за хорошими словами часто кроются дурные дела, за величавым видом ничтожная душа. Удачи не стоят радости, а неудачи печали, все приходящее, и ничто не зависит от человека. Не работать на работе — это у нас пожалуйста, но вот приходить надо. Преступление века на улице не валяется. Его надо организовать. Но для того, чтобы раскрыть его мог именно ты, организовать его должен именно я. Планы, которые удается сохранить в тайне, осуществляются лучше всего. Когда человек в конец измучен, он неожиданно обнаруживает в глубине себя бездну веселого цинизма. Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит, муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство. Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека, простите его, а то будет два, нехороших человека. Проси в молитве не легкой ноши, а крепких плеч. Только преодолев величайшие испытания, человечество может успешно подняться к прекрасным и недосягаемым вершинам. Если врач скажет, что мне осталось жить пять минут, я не буду рвать на себе волосы, просто я стану печатать на машинке немного быстрее. Именно в наше время, демократия из формы государственного устройства возвысилась, как бы в универсальный принцип человеческого существования, почти в культ. Если правительство само отдастся бюрократизации, то оно потеряет способность вести страну. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа. Слова, произнесенные вслух, просто сотрясение воздуха, слова про себя, вообще ничто, а вера, это мощная энергия, хоть ее и не слышно. Жизнь не в том, чтобы жить, а чтобы чувствовать, что живешь. Мы ниши и организмы в международной зоологии. Продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову. А между тем, разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия. Чтобы предмет стал интересен, достаточно долго на него смотреть. Есть люди, назначение которых в том, чтобы служить посредниками для других. Через них переходят, как через мост, и идут дальше. Малые страдания выводят нас из себя, великие же, возвращают нас самим себе. Треснувший колокол издает глухой звук. Разбейте его на две части, он снова издаст чистый звук. Характер человека никогда не раскрывается так ярко, как тогда, когда он пытается описать характер другого человека. Тоска по любви, и есть сама любовь. Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят от упадка духа. Сила воображения может вызвать у человека болезнь, и может излечить его. Страх ослабляет человека и отдает его на растерзание болезням. Бессильный враг наш лучший друг. Завистливый друг злейший из наших врагов. Заблуждения распространяются быстро, а истина медленно. Нет ничего легче, чем любить тех, кого любишь. Но надо немного любить и тех, кого не любишь. Нервный срыв совсем не обязательно бывает срывом, он может наступить так, что ты тихо и спокойно погружаешься в равнодушие. Литература обязана быть верной народу. Обязана страстно и ревностно ратовать за его прогресс, благоденствие и счастье. Бывают в жизни дни, ради которых стоит жить и не дать умереть. Недаром поется в старой славной песенке, что лишь любовь, одна любовь властвует над миром.